В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. Днем 2,7 градусов выше нуля. В горах минус 3, плюс 2. Ночью и утром в дорогах гололедится. В Черкесске ночью небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6,11 метров в секунду. Ночью минус 1, плюс 1, а днем 3,5 градусов тепла. Сохранив прошлое, защити будущее. По таким названиям в городском Доме культуры Черкеска прошел отчетный концерт творческих коллективов республиканской столицы. Подробности у Али Баташева. Композиция «Время вперед» Георгия Свиридова прозвучала в исполнении сводного оркестра и дала старт началу концерта. Одним из самых ярких номеров стало выступление хореографического ансамбля «Кавказ» под руководством заслуженного артиста республики Эдуарда Хугаева. На протяжении нескольких номеров юные артисты блестяще исполняли танцы народов Северного Кавказа. Заслуженная артистка России Кубани, народная артистка Карачаева Черкесии Лидия Луценко исполнила песню на стихе Федора Тютчева «Умом Россию не понять». Также на сцене выступили ансамбли «Нарт», «София», «Песни России». Исполнители Ачар Миримкулов, Алика Богатырева и другие артисты. Россия всегда славилась богатой культурой народов ее населяющих, что и показал концерт. Мир и дружба на земле – тема очень веская, тяжелая. То, что сейчас вообще происходит в стране, и это нужно для людей любого поколения. Это и для молодежи, и для старшего поколения. Все, так сказать, то, что надо для того, чтобы мы жили дружно. Чтобы не воевали, чтобы у нас всегда была в душе весна, мир и любовь на земле. Сегодня в такое неспокойное время, когда мы говорим о дружбе, мире, согласии в нашей стране, в нашей республике. Это очень важно и актуально. Отчетные концерты пройдут во всех районах республики. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. И заглянем в календарь. Сегодня день спички. Наверное, многие еще пользуются этим изобретением, которое возникло в 1805 году. Сегодня и день рождения компакт-диско. Сегодня и очень забавный праздник – день считания ворон. Он придуман в честь крылатой фразы, когда сидишь и о чем-то мечтаешь. Сегодня и день старых вещей. Порою мы не можем расстаться и захламляем пространство. А ведь каждая вещь – это история. И сегодня очень важный праздник – день чтения. Конечно, следует читать не только сегодня, а почаще. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы абазинской редакции. А в 14.30 – «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok